Вадим Манзон, номер девятый. С главным тренером мы уже с вами познакомились. Еще одна небольшая протокольная часть предматчевого мероприятия, которое уже начался Иван Сиденков из Санкт-Петербурга, главный арбитр сегодняшней встречи. Помогают ему его коллеги Павел Новиков и Роман Милюченко, оба из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас такая чисто питерская связка судей. Резервный судья Артем Смирнов из Москвы и из Смоленска Олег Орикович Лонский. Это инспектор матча. Ну что ж, все мы с вами предматриваем протокольные мероприятия. Я тебя выполнил. Давайте непосредственно будем следить. Очень интересно сегодня будет последить за действиями строгинцев. Команда две недели, напомню, не играла. Последний матч с химками был проведен аж в августе. И после этого Строгино ушел на такой фактически мини-отпуск. Здесь очень хорошо сейчас разыграно. Насеткин. Передача хорошая, Монзон. Или не Монзон это был? Нет, по-моему, Монзон, судя по росту, не дотянул сейчас до мяча. Но достаточно такая опасная ситуация была. И угловой будет подавать заерка. Ну и, конечно же, все высокорослые футболисты Строгино туда вперед пошли. Особое внимание к Антону Катеневу, который в двух последних матчах сделал два мяча. Но вот на этот раз не получилось подачи у заерка. Здесь сбили футболиста знамени труда, но все было в пределах правды. Еще и мяч у Строгинцев остается. Почему Строгино ушло на такой двухнедельный перерыв? Ну, связано это с играми молодежной сборной России, которая, к сожалению, не пробилась на Евро следующего года. Которая, к сожалению, не отобралась на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Ну, здесь, так сказать, банальная нехватка очков в матче с соперниками в верхней части таблицы. Напомню, последний матч был сыгран с Андоррой на этой неделе. Сборная России выиграла со счетом 5-0. Но из-за того, что в нашей группе было 6 команд, матч со сборной Андорры не шел в актив. И, соответственно, из-за этого мы упустили. Или пропустили, если так, наверное, будет даже правильно. Насеткин в дальний угол. Ну, опасно было. Голкипер соперника Пыркин реагировал на этот удар. Но мне отсюда показалось, что мяч в сторону ворота не летел. Даже если бы там защитник не оказался на месте. Ну, так вот. И, собственно говоря, из-за того, что у нас было 6 команд, мы в Майер Сандорре не могли записать себе в актив. И итальянцев пропустили на Евро. В этом своеобразном конкурсе лучших команд, которые заняли второе место. Это ему не получилось. Ну, да, обидно. Но, в конце концов, учитывая некоторые обстоятельства, может быть, и не так все и сильно удивительно. У нас, кстати, коли мы о молодежной сборной заговорили, Николай Писарев присутствует сегодня на матче. Ему компания сегодня составляет Игорь Шалимов. Я думаю, как футболист Шалимова мы все прекрасно знаем. Ну, а сейчас Шалимов занимает должность спортивного директора РФС по работе со сборными командами и селекцией. Вот такая должность у Шалимова. Сидят на ложе для почетных гостей и наблюдают за этим матчем. Писарев у нас постоянный гость на Строгенова. Даже, наверное, проще сказать, на каких матчах он не бывает у Строгенова, чем на тех, на которых он бывает. Приехал, я думаю, в первую очередь посмотреть на молодых футболистов Строгенова. Напомню, что Овсянников был вызван на последние матчи сборной России, но, к сожалению, не вышел ни в одном из них. В матч с Андоррой так и не решился Николай Писарев уставлять Владислава. Манзон также в сборной. За ним также Писарев будет следить, я уверен. Но Манзон на последние игры не вызывался. А вообще, так сказать, в этом отборочном цикле восемь матчей Манзон провел и один мяч забил. Ну, это Манзон достаточно неплохая статистика. Учитывая, например, конкуренцию в лице того же Давыдова. Ну, а Давыдове вам расскажут в воскресенье, когда Строгенов сыграет со вторым Спартаком в гостях. Ну, и коль мы о Спартаке заговорим, сейчас очень такой плотный график у Строгенова идет. Вот на этой неделе два матча и еще на следующий. То есть фактически три матча, и они идут там чуть ли не через три дня на четвертый, через два дня на третий. Ну, в общем, нагрузка выпадет приличная на молодых Строгенцев. Хороший заброс на сетки, но нет, не получилось. Не получилось Жене здесь сыграть как следует. Там защитники успели к этому мячу, и вновь заерка пошел к угловому флажку. На вес заерка, удар выше ворот над Максим Куфтин бил. Не получилось у него сейчас в створворот попасть. Кстати, несмотря на то, что у Строгенова достаточно немного бывает трансферов во время трансферной кампании, ну, вернулся в клуб Гелла Засиев. Те, кто следили за клубом в прошлом году, знают, что Гелла играл. Воспитанник он московских армейцев. Играл в крыльях, играл в Владикавказской Алане. Ну, и вот буквально недавно вернулся в стан Строгеном. И, кстати, не очень хорошо это для знамени труда. Чуть попозже объясню, почему. Ну, а пока Строгенц начинает очередную свою атаку Драгунов. Драгунов, кстати, человек, который в прошлом матче с Химками впервые попросил замену в этом сезоне. Ну, я думаю, вы видели послематчевое интервью Владимира Щербака. Вот там как раз был задан вопрос, почему же Дроздову-то поменяли. И, учитывая, что Дроздов, так сказать, беззаменный человек, ну, вот устал. Устал Дроздов и сам попросил замену. Ну, и Владимир Анатольевич... А, прошу прощения, Драгунов, конечно же, Драгунов просил замену. Ну, и Владимир Анатольевич Щербак выполнил эту просьбу 14-го номера и капитана команды. Решили разыграть сейчас Трагин с Тугловой. Навес заерка не получился, его заблокировали. Ну, и дальше выбивают. Орехово-Зуевцы мяч подальше. А, собственно, штрафной, правда, ненадолго. А в центре никого нет. Зачем же тогда было делать передачу? Мувлинизом... Можно было стрелять на дальнюю. Где мог замыкать Сергеев. Драгунов. Ну, ладно, оставим мы этот эпизод на совести Сиденкова. Мне показалось, что небольшое движение рукой там все-таки было со стороны. Орехово-Зуевцы. Ну, арбитр, как говорится, всегда прав. Даже тогда, когда он может быть и не прав. Психоняково просыпается с нами труда. Да, если начало матча все же осталось за Строгино, то сейчас старается, наверное, труда побольше. Так, за яркость на сетке друг друга сейчас не поняли. Ну, и за это скорость атаки-то замедлилась. Да, ну, это, наверное, двухнедельный, так сказать, двухнедельный простой. Вот сейчас сказывается. Я думаю, что оставшееся время строгинцы будут, так сказать, привыкать к игровой практике, к игровому ритму. Все-таки две недели для молодых футболистов это достаточно серьезный такой аут, скажем так. Ну, несмотря даже на то, что Строгино провел товарищескую встречу со сборной России во время начала сборов. Хороший удар и не зафиксировал мяч. Пыркин, а вообще удар-то был, наверное, и не самый-то сложный. Пыркин должен был на него реагировать, но этого он не сделал. За ярко. Вновь у мяча. Подача. И получилось сейчас добраться. Да, по-моему, Катенев добрался все-таки до мяча. И от его головы мяч ушел за боковую линию. Говорил я, что Катенев в прошлом матче отличился. Открыл он счет после углового. Но затем не удалось Строгинцам развить свой успех. В итоге с имками 1-1 сыграли. Ну и, в принципе, несмотря на ничью, сказать, сильно в своих позициях не потеряли. Чувствуется, что немного Строгино посвежее. Вот сейчас можно счет открывать. Ах, Манзон не успел. По-моему, даже немножко не поверил в то, что мяч пройдет. Ну и Сергеев, по-моему, даже он просто не верил, что Манзон не завершит эту атаку. Но, тем не менее, не получилось реализовать этот выход к воротам. Но, тем не менее, возможности есть хорошие. Перед 10-м туром Строгино. Давайте о таблице немного поговорим. Четвертое место занимало, ну, во-первых, матч в запасе еще есть. На первом идет Зенит 2 из Санкт-Петербурга. Дальше Спартак 2 Сатурн и Торпеда за прошлый тур догнали Строгино. И они сейчас делят третью строчку по количеству очков. Поэтому Строгинцам сегодня нужно обязательно выигрывать, чтобы стараться вернуть себе былые позиции. Но, если не совсем их так однозначно вернуть, то хотя бы постараться подобраться к верхушке этой самой турнирной таблицы. У нас тем временем уже три матча завершилось. Коломна отыгралась с 1-3 у текстильщика. Там ничья 3-3. Волга выиграл у Домодедова. Спартак Кострома с минимальным счетом одолел Солярис 0-1. В данный момент Долгопрудный выигрывает у Сатурна со счетом 2-0. Там второй тайм. Оба мяча были забиты в первом тайме. Днепр выигрывает у Торпеда Владимирского. Псков играет в ничью с Зенитом. Там первый тайм подходит к концу. Ну и ничьи у нас в матче и в матче Спартака и Химок. Ну, за матчем Спартака мы будем следить попристальнее все-таки. следующий соперник Строгино играет сейчас в Химках. А у нас тем временем штрафной. у мяча как это уже в хорошую традицию вошла Заерка. Заерка с такой позиции может и забить. Удар хорошо мяч шел и так немного опускался под перекладину. Но Пыркин здесь играл очень грамотно и мяч за лицевую линию перевел. Говорил я, что Галимджан Хайрулин сделал шесть изменений по сравнению с матчем с Днепром, который Знамя труда проиграл с учетом 0-2 Сергеев. Нет, ну, здесь с такой позиции достаточно тяжело забить. Вот здесь можно попробовать еще атаку провести. Драгунов закрутил хорошо, но не туда. Так вот, из тех, кто играл в прошлом матче Вратарь Смирнов, Полевы, Зуев, Сиротов, Герт, Кондрашов и Резнюк, они всем отправились на скамейку запасных. Сегодня вместо них Пыркин, Пшенников, Бортников, Мишалкин, Аванесиан и Плеанчук. Строгинцы продолжают владеть мечом, и я думаю, что по владению мечом, если в процентах, наверное, 80 на 20, матч повторяет игру сборной России Андорры. Так, здесь без нарушения правил считает арбитр. Сергеев. Прострел хороший! Монзон еле-еле дотянулся, но затем партнер просто не поверил. Удар Соколов совсем выше ворот. Да, но вот момент. Иванченко не поверил в то, что Монзон не дотянется до этого мяча. Ну и наверное в какой-то степени правильно наделся. Все-таки Монзон игрок габаритный. Ростом отличается и должен был, конечно, забивать. Но еще один момент вполне себе голевой. Оставил Сиденков игру, столкнулся там с Заярком с кем-то. тем самым атаку знамени труда прервал. Вся была она перспективной. Мяч почти у центрального круга. Метров шесть, наверное, до центрального круга и штрафной. Заярка в единственном числе был в стенке, но ничего страшного с штрафной. Строгинцем не принес на ворота. Сергеев хорошо там поборолся. этот Заярка в одно касание передачу получил и опять низом. Опять низом. Но учитывая ту плотность, которая у знаний труда постоянно в штрафной площади, передачами понизу очень тяжело, я думаю, будет вот так пройти эту оборону. Если сланга, то подавать уж вверх. Он нужно. Прострелы много чего не принесут. Еще один угловой. Или нет? Отворот показывает арбитр. Все-таки попал в мяч в Ивашенко. Но у нас тем временем изменения в одном из матчей. Химки повели в матче с протоком 2-1-0. Вот такие вот нас вести из Химок. У нас пока 0-0. 20-я минута началась. Нет, здесь Манзон скорее сам нарвался на оппонента, чем оппонент на него нарвался. Ну и назад, да. Назад мяч отдается. Строгино тяжеловато. Вот сейчас очень хорошо кстати видно, 5 человек были в линию обороны выстроены. Да, как последняя линия. и 4 футболиста в полузащите. Ну, считайте, 9 человек. Но через такую шалонированную оборону Строгиноч пытался пробиться. Не получилось. Прессинг в исполнении строгинцев пытается, знаем, труда из-под этого прессинга выбраться. Но особо далеко пока продвинуться не получается. с мячом хозяева. Перевод на правый фланг. Куфтин дальше на партнера. Перевод на Манзона. Но Манзон такой такой роли выполняет. Такого столба впереди в свое время так вот я помню на этот играл в ЦСКА. Тоже впереди бегал на него шел заброс он скидывал мяч и вторым темпом партнеры продолжали уже атаку. Ивашенко ну что там поборется за мяч. Побороться побороться но мяч забрать у него к сожалению не получилось. Заерка. Это Скалов по-моему был. И еще один навес но это совсем не туда. Нет здесь мяч Сергееву достанется Дроздов Драгунов и назад. Куфтина Соколова так ну Строгино мне кажется пора уже включать следующую передачу потому что учитывая то как трудно даются команде голы в последнее время надо бы сбивать. Заерка дали ему пробить и пробил а мне показалось в очередной раз Пыркин как-то не очень уверенно сыграл этот мяч да может быть мне так конечно только показалось но как-то он так дернулся после поимки игрового снаряда вообще могло быть опасно ну и конечно вопросы к средней линии Заерка опять дали пробить но знаем что если дать Заерка как следует пристреляться то Заерка может и решить эпизод Скалов сам пошел Монзон хорошо здесь Наиващенко а дальше нет Соколов здесь не успеет и угловой показывают арбитры все таки от Пыркина там мяч ушел да ничего себе Скалов включился в атаку так по игре да опорный полузащитник все время чуть всегда ближе к задней линии и тут оказался в борьбе с Пыркиным но здесь по-моему слетел мяч с ноги у Заерка в итоге подача не получилось но и мяч остается по-прежнему у хозяев ну что сейчас фактически угловой будет или нет совсем далеко мяч забросить не получилось передача на Монзона также не дошла ну и очень быстро Строгино возвращает себе контроль над мячом да пока пока Строгино инициативу владеет бесспорно вот здесь отбор может что-то сейчас получится внесян внесян и низом прямо в руки Родиону но Родиону как раз нужно было мяч подрогать а то он там наверное уже заскучал собственной штрафной площади без него вообще минут пять где-то играли Монзон нет здесь показывает подниматься арбитр и чем-то мне это где-то напоминает эпизод с Зюбой в матче со сборной России да в матче с Лихтенштейном когда пенальти Артем заработал но если здесь было видно всю арбитру то там конечно арбитр немножко повелся нападение Дзюбы там все видеоповтор нам помогли да если приглядеться то в том матче Дзюба немного уже начал заваливаться несмотря на то что мог и сам пойти на Сеткин на Сергеева удар в ближний угол вытаскивает Пыркин аут в пульту с Торгиной если честно мне это показалось что от Драгунова мяч ушел ну да ладно Драгунов далеко мяч выбросил ну и здесь мяч это вынеся но ушел за пределы поля кстати еще один из тех людей за которыми за которым может последить Писарев игрок молодой он что угодно заброс штрафную там опять знамя труда играет на высоте что контратака здесь за спину передачу а дальше не получилось Козлову продолжить эту атаку смотря кстати на то что Козлову за спину мяч пошел все равно он смог под этот мяч построиться и в итоге получилось у него этот мяч обработать Драгунов перевод диагональный в итоге Ивашенко Ивашенко собрал на себя двоих удар и что и удар от ворот там кому-то из гостей досталось ну что ж пырки от ворот никуда не торопится понимая что нужно дать передохнуть своим партнерам которые все же больше обороняются чем атакуют у нас уже половина первого тайма позади и по этим 27 минутам которые у нас минули можно сказать что пока Строгино выглядит явным фаворитом этой встречи хотя наверное многие могли думать что такое сказать учитывая что Знамя труда на 14 строчке после 9 туров находилась Строгино на 4 строчке сзади пока катает мяч густи Сорокин в центр пшеничников передача вынесен удар сходу не окажись там по-моему куфтин заблокировал мяч да куфтин но не окажись там куфтин радиону пришлось бы туго здесь все спокойно все под контролем строгинских защитников абсолютно спокойно они контролируют ситуацию Соколов в центре поля предложений впереди как-то не особо много приходится разворачивать на левый фланг куфтин драгунов ну и сюда на Сергеева не понял сейчас Сергеев на Сеткина в итоге контратака но уже практически полным составом Сторгина вернулась на свое половин поле но я знаю им труда опять переходит к перепасовке но это читалось в завтрашнем Спортэкспрессе за ярко ту передачу прочитал ну и сейчас саут Стринаков выбрасывает Стринаков неплохо по задумке в принципе все было правильно сыграно но никого там не оказалось Белевскому либо Блянчуку нужно было идти все-таки туда за спину Аваникену ну Аванесяну и может быть что-то могло получиться но за Аванесяном никого не было кроме Родионова Скалов на Монзон на Монзон глубоко достаточно оттягивается в поисках мяча но эта стеночка не сыграла сейчас у Старогинцев ну и вновь отворот в наших матчах которые сейчас идут долгопроданы по-прежнему 2-0 выигрывают у Сатурна там 81 минута идет Химки по-прежнему у Спартака выигрывают 1-0 там 33 минута ну и напоминаю что еще 2 матча Днепр торпеда Псков Зенит там перерыв так что уже все новости оттуда мы будем узнавать я думаю во втором тайме ну или в крайнем случае в самом конце нашего первого тайма заерка и назад да впереди особо пока у Старогино не получается но за счет того что все таки все таки знают туда очень хорошо и грамотно броняется заерка вновь вновь побрел к угловому флагу вновь все высокорослые футболисты Старогино готовы сыграть по этому мячу слишком сильно заерк сделал подачу там подбор и прямо прокинул в ноги говорил я что последний матч Знамя Труда сыграло с Днепром 4 числа ну а вообще последняя победа которая записана у Знамя Труда из двух одержанных в этом сезоне была над Волгой 16 августа но почти почти месяц Знамя Труда не выигрывает у своих соперников либо ничья либо поражение удар выше ворот ну то чего очень редко можно увидеть в исполнении Знамя Труда в этом матче бьют они пока не особо часто но сейчас ударили Монзон хорошо здесь заерка да там показывал Монзон что можно было чуть раньше сыграть но не увидел заерка искал другое продолжение и в итоге очередная атака загублена Владимир Анатольевич Щербак негодует мягко говорят сейчас в своей технической зоне чувствуя что если его команда не завьет в первом тайме то ждет ее достаточно эмоциональный разговор в раздевалке все-таки инициативой Строгино владеет бесспорно но здесь слишком сильная передача для Ивашенко не мог он догнать этот мяч ну и вновь пылькин отворот Монзон ой как хорошо Ивашенко можно угол резать Ивашенко ну а кто из партнеров ну совсем не туда ну совсем не туда Женя сейчас мяч посылал зачем так назад когда можно было попытаться и самому решать да и в принципе если Ивашенко и хотел делать передачу то нужно делать я бы был под другим углом но получилось так получилось занесем мы конечно же этот момент в актив но не получилось забить уже который опять же который момент и с этим делом к сожалению пока у Строгино плохо с реализацией Монзон рвется ух ты достаточно опасно было но благо и Монзон и Пыркин выбрались из этого столкновения без травмы без повреждения а то могло все закончится не очень хорошо в первую очередь для футболистов ударили там по ногам на Ситкину арбитр это заметил но контратака загублена была Драгунов на Соколова Ктенев Монзон рука да здесь рука была даже отсюда было видно что Монзон локоть выставил Пыркин далеко вперед мяч выбивает ну с борьбой на втором этаже у футболистов Строгинов все в порядке а вот это если честно не совсем понятно что было на Ситкину бил в надежде на то что Пыркин не успеет к этому мячу ну не знаю учитывая силу удара на Ситкину Пыркин там спокойно мог добежать до этого мяча и вытащить его литьем в цель так а вот здесь вот мяч в игре Родионов то если честно вот собственно говоря и перестоял наверное без работы Саша что-то было сейчас не придумал идейку здесь ну как же здесь здесь же за ярко прихватили за спину ладно Сиденков 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 по крайней мере этого не увидел очередная атака знамени труда не завершается ударом вот ворот Родионов будет разыгрывать он сейчас по-моему момент был когда абсолютно все кричали давай-давай-давай вперед или назад но гул над полем был конечно знатный подача вот здесь пенальти на Монзоне зарабатывает знамя труда ну и кто там правила-то нарушил еще и желтую карточку выпишет Сиденков да вот это эпизод и по-моему это Пшеничников желтую карточку получил ну и пенальти за ярко на точку пенальти подошел за ярко против Пыркина 39 минут позади 40-ая началась за ярко 1-0 с пенальти открывает Руслан Руслан счет и получил Руслан порцию аплодисментов от болельщиков почему-то праздновать пошел к дальнему угловому флагу хотя можно было сюда к болельщикам поближе пробежать но да ладно 1-0 Строгино повел достаточно даже можно сказать что не мытьем да катанием получилось у Строгино счет открыть очень тяжело шли у них атаки завершающая стадия как хромал две недели назад так к сожалению и хромает над этим конечно же конечно же работают игроки и тренеры но открыт счет получилось только с пенальти 1-0 у нас а это это значит что по количеству очков Строгино будет иметь теперь 18 ну по крайней мере в лайв таблице у Строгино сейчас 18 очков на своей половине поля знаем труда посмотрим как команды проведут последние 4 минуты я не думаю что Сединков будет слишком много добавлять но я думаю что минута это так сказать красная цена первому тайму сынок все таки не было ну что ж давайте коли у нас первый тайм подходит к концу с запасными вас познакомлю начнем со знамени труда Руслан Смирнов номер 1 вратарь полевые Дмитрий Зуев 9 Ладислав Сиротов номер 17 Илья Герд номер 2 Дмитрий Кондрашов 14 Дмитрий Резнюк номер 7 и Иван Ерохин номер 82 вот это скамейка запасных Галимджана Михайловича Хайрульным у Владимира Судовича Щербака следующий футболист на скамейке запасных Василий Лукичев номер 1 вратарь полевые Дмитрий Душин Сергей Середин 17 Виталий Барсук 36 Владислав Овсяников 15 новичок в кавычках даже наверное старый новичок Гелл Заси в 99 и Александр Буданов 44 номер ну вот собственно говоря можете пока прикидывать кто может выйти варианты есть тем более в преддверии матча со Спартаку я думаю что Щербак точно поменяет максимально возможное количество футболистов даже наверное Насеткин Соколов Заярка и Ващенко могут точно покинуть поле во втором тайме все таки это лидеры команды это те люди на которых игра команды строится ну а так сказать пятую последнюю замену там уже в принципе кто больше устанет Заярка получил по ногам штрафной будет Руслан наверное бить хотя для удара дистанция достаточно приличная но по-моему примерно с такой дистанции Заярка Долгопрудным положил по-моему даже в девятку я уже не помню то что Пыркину нужно быть очень внимательным в этом эпизоде стенка из двух футболистов а сколько там готовы Насеткин ой-ой-ой как неуверенно сейчас сыграл Пыркин хотя и мяч тяжелый был Монзон удар по воротам попал в защитника но и отбивается знаем труда да ну для Пыркина был тяжелый мяч тащил он его как мог и чем-то мне вот такой сейв напомнил сейв матч Андорре России молодежных сборных Скалов Скалов нужно с мячом расставаться это желтая карточка мне кажется нет Сиденков что Сиденков сделает внушное устное внушение сделал футболисту ну может быть действительно не можно обойтись было без желтой карточки так добавленного времени я не вижу и собственно говоря на этом у нас первые таймы заканчивается 1-0 ну что ж в итоге у нас всего 4 замены у давайте начнем с Знамени Труда с них начинали Зуев Сертов Кондрашов появились на поле ушли с поля Внесян Полянчук Белевский Устрогину одна замена Ивашенко поле покинул середину вместо него на поле появился середина вообще давненько так не играл но в прошлой матче с Химками точно его не было ну что ж приветствуем середина на поле после достаточно долгого перерыва ну Ивашенко так сказать что мог то сделал сегодня на поле не реализовал конечно пара моментов было там пара эпизодов но и давайте с изменениями сейчас по основному составу играющих команд пройдемся начнем с Трогино с хозяев так а здесь разве не нарушение ну посчитал Сединков что не было там нарушения и так Строгино Александр Родионов вратарь 55-й номер Антон Катенев 5-й Павел Дроздов 7-й Максим Куфтин 94-й Игорь Драгунов 14-й капитан команды Евгений Насеткин 25-й Владимир Соколов 4-й Сейчас Знамя Труда Труда в атаке Продолжим и после этой атаки Вытеснили там футболисты из-за штрафной и уже вынос мяча строгинцев Руслан Заярко номер 10-й Вместо Евгения Ивашенко Сергей Середин появился на поле Иван Сергей в 33-й Вадим Манзон 9-й Главный тренер команды Владимир Анатольевич Щербак Узнаем нетрудоследующий Состав Андрей Пыркин в воротах номер 16-й Полевые Андрей Стринаков 19-й Михаил Сорокин 4-й Капитан команды Александр Пшеничников Желтая карточка у него в активе номер 13-й как раз виновник торжества под названием пенальти Далее Александр Бортник 77-й Максим Мишалкин номер 20-й вместо Артура Ванесяна Дмитрий Кондрашов вышел Мишель Савельев 8-й Дмитрий Козлов 10-й Дмитрий Зуев и Владислав Сиртов вместо Полянчука и Белевского соответственно главный тренер команды Глимджан Михайлович Хайрулин Арбитры сегодняшней встречи Иван Сединков главный судья Павел Новиков Роман Милюченко ему помогают на бровках все из Санкт-Петербурга резервный судья москвич Артем Смирнов и Олег Орикович Лонский инспектор матча из Смоленска С вами за ходом этой встречи наблюдает Илья 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 Ну что ж давайте быстренько вспомним каким был первый тайм Насеткин но забивать надо 2-0 Евгений Насеткин удваивает преимущество Строгеном в этой встрече в самом начале второго тайма Да Классно Строгенцы начали И в итоге уже 2-0 ведут 49-я минута На табло Евгений Насеткин Классно здесь прорвался немного ошибся Пыркин вышел из ворот в итоге Насеткин очень классно перекинул ну и дальше благо же не успел к этому мячу и успел его ворота закатить учитывая что фактически Насеткин уже на спине был защитник 2-0 бодрое начало ну и посмотрим как будет продолжение итак первый тайм давайте мы о нем немного поговорим первая 45 минутка прошла под контролем Строгино очень спокойно Строгинцы преимущественным территориальным владелем были периодически контратаки контратаки от знамени труда но особых проблем они не приносили Строгинцам ну и наверное самый запоминающийся момент когда Родионов он там сам чуть было не привез опасный момент к своим воротам когда там он не сразу удержал мяч он там на пару по-моему с Катеневым чуть не разобрались Катенев головой скидывал Родионов не ожидал такого судя по всему но благо разобрался Родионов молодец и затем мяч забрал удар по воротам ну вот и знамя труда стал пристреливаться в первом тайме ударов по воротам было очень мало пострадал кстати Александр Бортник здесь но и кстати он и начинал атаку ну что ж такое начало а у нас тем временем завершился один матч десятого тура Долгопрудный выиграл у Сатурна со счетом 2-0 и в итоге заработал 3 очка Долгопрудный кстати несмотря на эту победу занимает третью строчку сейчас в турнирной таблице зоны запад пока мы были на перерыве Зенит увеличил преимущество над Псковом 2-1 Днепр 3-0 выигрывает у Торпеда ну а в матче Химки Спартак 2 по-прежнему 1-0 но за этим матчем мы особо пристально еще раз напоминаю следим Спартаку играть с Строгино в воскресенье это я напомню матч перенесенный матч 9-го Тора был он перенесен по просьбе обеих команд в связи с тем что игроки были и той и другой команды вызваны в сборную России по футболу молодежную ну и собственно говоря Лига пошла на встречу командам перенесла игру практически на неделю и командам играть в воскресенье между собой на поле Спартака та встреча скажу сразу что будет обязательно показана в прямом эфире только будет она показана усилиями спартаковских операторов комментаторов но на нашем сайте обязательно ссылка будет так что сможете посмотреть и насладиться матчем лидеров фактически и так здесь ошибка на сетке ах хорошо здесь Манзон открывался но на сетке передача не получилось ух ты ничего здесь Манзон там с защитником поборолся ну и собственно говоря мы с вами будем наблюдать встречу лидеров воскресенье поэтому призываю вас в воскресенье немножко расчистить свой выходной график и насколько я помню в 5 часов начнется эта встреча может быть еще конечно что-то поменяется но вряд ли и настойчиво вам советую посмотреть то встреча будет очень интересно за яркую мяча штрафной назначил Сиденков вот здесь подсказки молодых строгинцев ближний бей хорошая поддочь Манзон не дотянулся по-моему да Вадим Манзон не смог дотянуться до этого мяча а так очень опасно было и дотяни сейчас Манзон до этого мяча быть бы с счетом 3-0 идет Знамя Труда в атаку ну во втором тайме как мне кажется Знамя Труда все же немножко преобразилась в первую очередь за счет того что Зуев Сиротов и Кондрашов появились на поле люди которые в том матче в прошлом матче с Днепром играли ох как хорошо здесь Соколов так сыграл классно разобрался с соперником подсказывают мне середина не очень хорошо здесь было видно номер вот так сейчас середин немножко не дотянулся до мяча остался он у хозяев поля не получилось здесь как следует мяч обработать в итоге достается он Знамя Труда ну я тем временем обещал вам рассказать про очные встречи команд играли они в том сезоне два матча провели и 3-0 вот так вот ничего себе вот так пока я начал рассказывать в том как команда играли между собой ранее тут же Строгино забивает третий мяч ну и Вадим Монзон отличается но теперь я думаю Владимир Анатольевич Щербак может спокойно Монзона менять сегодня Монзон сделал все что можно было сделать практически как Дзюба в матче с Лихтенштейном сначала пенальти ну только в другой последовательности конечно да пенальти заработал сам забил в итоге еще в мяче на сетке поучаствовал своими передвижениями поэтому ну вот такой Дзюба местного разлива если можно так выразить 3-0 и пока пока этот матч становится самым результативным в противостоянии этих двух команд два матча прошу прощения 3-0 да был матч сыгран здесь в прошлом сезоне в мае Строгино сочетан 3-0 также выиграл Гилл Зосеев Алексей Сутармин и Александр Купадер отличались в первом матче в том сезоне Олег Журавлев отличился за Строгино но Журавлев больше за Строгино не играет здесь еще момент удар Монзона накрывают последний момент так ну вот судя по всему игра у нас стала раскрываться потихонечку полегонечку и сейчас точно будет интересней а у нас тем временем еще одно изменение в параллельных матчах болельщики Строгино ликуйте Химки 2-0 ведут в матче со вторым Спартаком так что радости сегодня у Строгинцев особенно у футболистов я думаю будет в два раза больше нет здесь не доберутся футболисты Строгино до этого мяча Монзон пошел в прессинг и на двое играет Орехов Зуевцы середин середин забрали у него там вдвоем мяч а в итоге а в итоге Дроздов правило нарушил дабы атаку не навлечь быстро на свои ворота ну что сейчас с нами трудоточина будет раскрываться дабы хотя бы один мяч отквитать ну и Строгино конечно очень может в такой ситуации воспользоваться моментами воспользоваться быстрыми контрадаками благо убежать есть кому и тот же Середин и тот же Сергеев и Заерка и Насеткин все эти люди убежать могут тем временем еще замены у нас готовится Устрогино и у Знамени Труда Устрогино двойная по-моему готовится если двойная то в принципе тоже понятно нужно к матчу со Спартаком основные свои силы поберечь я думаю в первую очередь это будут Заерка Насеткин ну а дальше уже там сами смотрите да и в принципе я думаю что Владимир Анатольевич Арбак лучше знает кого поберечь я так только на вскидку предлагаю кандидатов все же в 20 17 лет играть через 2 дня на треть это достаточно тяжелое испытание поэтому точно нужно поберечь Родионов так ну мне кажется здесь нужно было просто погромче крикнуть я которого мне кажется Родионов вовсе не крикнул вот ну и собственно говоря именно поэтому не получилось такая маленькая но нервозная ситуация посвежело у нас здесь кстати на Янтаре солнце уже практически зашло и сказать пошел ветерок с озера которое у нас здесь строгинская пойма очень свежо и для футбола самое вообще милое погода хороший здесь подкат правда мяч выбить не удается брау середин здесь очень классно сыграл правильно ногу поставил и замена середин с поля Сергеев прошу прощения Сергеев конечно же 33 номер с поля уходит и вместо него выходит Дмитрий Душин под 18 номером так там еще кто-то травму получил главное чтобы без последствий я так а дальше была табличка 14 номера но это скорее Драгунов уйдет ну здесь в принципе правильно наверное а вместо него выйдет Владислав Овсяников скорее всего но там особых вариантов я думаю нет так а у знамя труда замена вышел Герт под вторым номером и уступил он точнее ему место уступил Козлов вот так вот четыре замены провели Орехово Зуевце а ушедший Драгунов дал капитанскую повязку Антону Катеневу своему партнеру ну теперь Антон будет капитанить в оставшиеся 27 минут так вот здесь очень неприятно получилось пытался футболист знамя труда пробить по воротам в итоге попал в соперника плюс ко всему ну вроде все в порядке еще одна замена уходит Соколов насколько я понимаю и вместо него и вместо него Барсук появится на поле ну что ж сравнялись у нас рулевые команд по количеству замен есть еще по одной ну вот собственно говоря Владимир Анатольевич Щербак лидеров и поменял Соколова Ивашенко Сергеева ну Драгунов конечно же тоже лидером но он такой наверное больше теневой лидер команды но Драгунова тоже заменил я думаю что в принципе Драгунов будет испытывать особые нагрузки в матче Спартаком хотя там тоже пока не все понятно учитывая что у Спартака такая плавающая заявка с основной командой поэтому может быть на матч торпеда многих футболистов из второго Спартака попросят на открытие арены явиться тем более это будет первый матч на открытие арены первого чемпионата России по футболу напоминаю что открытие состоялось матчем с цервенной звездой который который завершился в ничью но у нас тем временем завершился еще один матч Псков не смог сравнять счет в матче со вторым зенитом и в итоге 2-1 проиграл таким образом лайф таблица выглядит следующим образом зенит 2 на первой строчке 10 игр 19 очков Строгино 9 игр 18 очков Долгопрудный 10-18 Спартак 2-9-16 и первую пятерку замыкает Химки 10 игр 16 очков вот такая вот у нас сейчас таблица вырисовывается ну а дальше ну а дальше там можно уже самим судить где где отделяется уже группа лидеров где нет вообще в принципе по-прежнему таблица вот до 9 строчки достаточно плотная такая 9 строчка Спартак экстрама с 14 очками занимает так что ну по таким мыслям вашего покорного слуги хотя вообще во втором дивизионе ну может разное произойти спускается у нас по-моему тут еще небольшой туманчик на поле из-за близлежащей водной точки к янтарю а пока у нас знамя труда идет вперед передача на левый фланг и там овсяников сыграл очень грамотно ну что овсяников сегодня день когда он может доказать писарю что зря он того не выпустил маиш с андоррой все таки можно было попробовать овсяников учитывая что это была андоррой да и еще было после первого тайма вполне себе комфортный 3-0 да и андоррцы как-то не особо бегали вперед но если бегали то большей частью дозволения сборной России поэтому овсяников можно было выпустить но не выпустил решение в принципе тренерское да и в любом наверное случае выйди не выйди овсяников никак бы точно на ход встречи не повлияло мазон пошел прессинговать в итоге допрессинговался до последнего защитника в последний момент удалось от мяча защитнику избавиться здесь очень спокойно 68 минут нас прошло во втором в этом матче и все спокойнее и спокойнее играет строгину в какой-то степени понимая что с вероятностью с определенной наверное 90% 3 очка уже у команды в кармане ну и соответственно можно самим себя же потренировать в плане сброса темпа в этом матче и небольшой экономии экономии сел к матчу следующему учитывая что он совсем скоро знамя труда в своей штрафной площади перепасуется ну и пока получается сказать выйти из-под этого прессинга который строгинцы организовали передача по флагу а дальше дальше не получается опять еще одна замена последнего строгина готовится ну что засеев буданов ну собственно говоря вот засеев буданов кто из них в итоге появится в следующей остановке мы это узнаем и собственно говоря ну и собственно говоря вот она эта замена уходит автор первого мяча руслан заерка и александр буданов насколько я понимаю да появляется на поле все все замены чербак провел 20 минут есть у буданова чтобы например забить свой гол ну и насколько я понимаю ну и из логики того же буданова дело обстоит будет играть наверное строгенов два нападающих хотя вот буданов так под нападающим скорее место занял хотя сейчас посмотрим мандзон и буданов вместе на поле нет буданов чуть глубже пока вот сейчас бегает предлагая себя партнером но партнеры пока на своей половине поля куфтин перевод неплохой здесь классно ускорился там как раз сказать буданов ну свежий буданов кстати они с чем там с мандзоном знаете похоже вот так издалека так что может быть иногда их будут путать за что прошу прощения за боковой орехово зубцы будут мяч вводить ну и прессинг 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 атакующая линия привыкает к тому что нужно будет делать воскресенье это прессинговать но там наверное в какой-то степени нужно будет еще и за кудряшом следить сразу скажу что кудряшов он как раз таки точно будет играть ой-ой-ой вот это сейчас по-моему Родионов перераслабился скажем так да чуть было сейчас в стиле Кенфеев на чемпионате мира не сыграл но благо успел по-моему Куфтин подстраховать он пускай Ктенев все-таки не Куфтин да ну бывает бывает такое особенно когда ведешь 3-0 да и работы у тебя особо и нет да можно вот так вот расслабиться в матче Химки и Спартака 2 пока по-прежнему 2-0 ну и продолжу свой рассказ о Кудряшове за Кудряшовым строгинцам придется очень много бегать удар какой рядом со штангой прошел мяч ну вот могли сейчас и четвертый забить набил такое впечатление что душин либо душин либо барсук ну и назад отошел строгин потихоньку полегон куда сейчас торопиться никуда не надо главное конечно чтобы еще мяч не потерять Монзон дальше на партнера пространства очень много можно даже и под удар подстроиться но нет решили через пас сыграть Насеткин Катенев вновь Насеткина Овсяников вперед не очень удачно хотя там скорее не очень удачно в итоге партнер сыграл потому что там под прессинг он по жестке попал и с мячом реклазуются на опережение не получается а вот здесь постараться побороться нет там в итоге чуть было равновесие борсук не потерял здесь аккуратнее и Родионов мяч выносит да но по-моему по-моему юные строгинцы хотят время быстрее пустить чтобы закончить этот матч потому что ну конечно же понимают ребята что пора пора уже уходить отдыхать и готовиться к матчу с Спартаком Спартак даже несмотря на то что может быть это все только догадки несколько будет обескровлен в первую очередь наверное будет отсутствие Дениса Давыдова в составе красно-белых все равно очень опасны Кудряшов может сам решить несмотря на то что уже за 30 Кудряшов по матче Спартаком в котором я его видел он просто феноменально видит поле феноменально двигается несмотря на все же наличие определенного лишнего веса и Строгинцам придется очень тяжело с этим игроком ну а если Давыдов будет на открытии арены в воскресенье то будет конечно попроще но если Давыдов будет то Строгинцам будет очень тяжело сыграть против Спартака ну а соответственно чтобы точно спокойно против Спартака сыграть нужно сейчас сил поэкономить идет Знамя труда вперед в итоге в бровки в бровки уперлись немного опять сюда на край дальше навес ну и несмотря на то что мяч встает ну все забрали быстренько Строгинцам мяч забрали передача вперед Манзон там за мяч зацепился на Буданова Буданов хорошая передача так здесь главное разобраться разобрались ребята между собой Дроздов Дроздов под удар хорошо на отскоке кто первый пенальти ничего себе еще один пенальти назначает арбитр так ну здесь все же бы пересмотреть этот эпизод потому что ну не знаю насколько этот пенальти так сказать верный неверный подсказывает мне что опять Манзон в этом деле во всем поучаствовал ну что ж удар с точки и отбивает отбивает голкипер этот мяч ну значит знаете у меня такая своя примета на пенальти если футболист после назначения пенальти забивает значит пенальти справедливый если пенальти так сказать вратарь отражает значит все таки пенальти не совсем справедливый в плане того что там четкий не четкий или еще там что-то уже сами там можете судить но вот судя по всему пенальти не было в этом моменте ну не знаю опять же нужно пересмотреть опять же нужно пересмотреть хорошо здесь середина но в итоге все же нарушил правила 17 номер строгиной штрафной разыграли гости удар поворотом ловит Родионов этот мяч грамотно сыграл Носеткин Носеткин кстати занял место Соколова вот сейчас ушел в опорную зону 25 номер Строгино ну а обычно Носеткин такую склеивающую роль выполняет между Соколовым и Заерком вообще по большому счету между обороной и атакой не получилось здесь пройти соперника но вот несмотря на счет 3-0 портят болельщики добавить свою команду хотят хотят крупной победы своих контратака знай мне труда брову это кто там Ктенев молодец Ктенев очень приятное впечатление производит последнее время и сейчас атаку установил там штрафной будет повалили кого-то из гостей да у нас кстати тем временем Строгино за 10 минут до окончания этой встречи тихоньку приближает себя к самой крупной победе в этом сезоне для себя конечно же да скажите был что матч с Алярисом но там 3-1 все-таки был счет финальный здесь пока 3-0 посмотрим знамя труда во втором тайме играет повеселее поэтому может быть за что-то им и воздастся во втором тайме так здесь главное не фалить а то будет третий пенальти в матче мяч тоже ушел же но судя по всему не разобрали сейчас арбитры мне отсюда было видно что мяч покинул пределы поля прижали прижали сейчас гости своих соперников и в итоге достаточно неплохой удар завершил всю эту атаку но у нас тем временем без изменений в параллельном матче с Химки Спартак 2 там по-прежнему 2-0 в параллель в параллельном матче здесь на сетке не смог мяч перехватить вот сейчас крамотно корпус поставил да но еще и заставил на себе правила нарушить соперника Дроздов на Катенева ну сейчас можно чуть-чуть здесь сзади попасоваться на сетке он под прессинг попал Катенев назад на Родионова ну да правильно Дионов единственный возможный вариант выбрал выбрал его правильно правда там никто из партнеров не оказался Дроздов в центр ну и спокойно да никто Катенева здесь не прессингует спокойно он там с Барсуком играет Барсук в итоге на правый фланг на Овсяникова Барсук на Сеткина ну никуда конечно конечно Строгино никуда еще торопиться не будет им это так сказать не нужно три очка в активе ну и повторяется у нас матч прошлого сезона 7 мая который был сыгран 3-0 за Строгино здесь на Янтаре знаем труда переиграла ну и теперь знаем труда пока в обороне да ну здесь все-таки будут побыстрее переводы вперед все-таки команде нужно как минимум наверное да один гол отыграть по крайней мере на него тут уж точно время у команды есть ну а там как дальше пойдет это уже больше наверное Строгино зависит если сегодня Строгино одерживает победу то она будет пятой в этом сезоне ну а знамя труда потерпит пятое поражение в сезоне 14-15 поэтому фактически половина первого первого третья первого со Строгино выигрывает пока что хотя есть еще матч запас и получается у Строгино неплохая статистика больше половины матчей желто-синий выиграли в начале чемпионата конечно будут еще дальше матчи с тем же и Сатурном и так далее будут еще тяжелые соперники но по крайней мере начало очень неплохое для Строгино учитывая что в том сезоне во второй половине турнирной таблицы команда сезон закончила ну и там показатели были много похуже ну собственно говоря да давайте чтобы не быть слишком голословным собственно говоря давайте сейчас я вам приведу статистику прошлого сезона 11 побед 15 поражений 6 ничьих было у Строгино после 32 игр но считайте после 8 игр у Строгино фактически половина побед прошлого сезона но но учитывая количество очков которое сейчас будет у Строгинцев то получается что практически половину прошлогоднего актива команда заработала в первых 9 турах но я думаю что дальше будет лучше хотя посмотрим как команда проведет вот этот тяжелый отрезок я еще раз напоминаю что 2 недели команда отдыхала сегодня матч собственно говоря со знанием труда 14 числа со Спартаком ну а затем выезд во Владимир на матч с торпеда 17 числа поэтому собственно говоря вот такой тяжелый и очень активный отрезок игровой у Строгино будет поэтому посмотрим как с ним команда справится пока начало радует ну и опять же несмотря на счет 3-0 все же с момента с реализацией моментов у Строгино пока не все получается пока достаточно тяжело реализация идет моменты есть моментов много но реализовать их не всегда получается ну посмотрим что будет с Протокомом в таких важных матчах команда наоборот пробивает хотя по большому счету Строгино и не одерживает таких супер крупных побед сейчас 3-0 вполне себе победа может быть даже где-то и на классе но особо крупных не было 3-1 до этого было с Солярисом поэтому может быть матч с Спартаком так сказать полетит все в цель но до Спартака надо дожить нужно еще доиграть здесь минуту основного времени но как-то с дополнительным получится пока непонятно хотя учитывая что было забито 2 мяча было произведено 9 замен плюс пенальти назначался я думаю что минуту 2-3 сединков добавят лихоузовцы идут в атаку идут сейчас по центру передача во фланг навес и снимают по-моему Куфтин о не Куфтин Катенев да Катенев сейчас ближе к нам играет Катенев по-моему сейчас снял мяч атак был опасный удар дальний браво Родионов с первой попытки зафиксировал мяч а у нас 3 минуты добавлено ко второму тайму и вообще к этому матчу потому что есть еще возможности у тех и у других как-то изменить счет на табло есть Йентер куфтин на Овсяникова тот заброс по флангу неплохо Буданов классно здесь оставил партнеру а дальше что придумаем дальше обратно Буданов возвращается мяч Буданов на Овсяников ну да здесь можно поспокойнее сейчас сыграть Овсяников не разобрали здесь партнеры Следующую игру наша команда проведет на выезде спокойнее на поле команды Спортарк 2 игра состоится в секунду Так Свисток Свисток Переусердствовал в этом моменте Зуев И Зуев еще желтую карточку получил Ну что штрафной Родионов пробивает Ну что Пока пока Ра Ну спокойно да никуда Никуда Строгино не торопится Ну что ж можно подводить уже наверное итоги После этого матча Строгино набирает 18 очков занимает вторую строчку после второго Зенита у которого на одну очку больше Ждем Ждем матча воскресенья Напоминаю Строгино Спартак 2 Игра будет в Сокольниках на поле Краснобелых Приходите если не сможете обязательно посмотрите Игра будет очень интересной Я в этом уверен Строгино же этот матч достаточно спокойно все таки проводит и заканчивает его Первый тайм был под полным контролем хозяев с редкими выпадами гостей Второй тайм Знамя Труда провело точно повеселее Ну и строгинцы втянулись тоже в этот игровой ритм после двухнедельного простоя Ну и достаточно неплохо второй тайм провели два мяча забили оба с игры что в принципе радует Ну и собственно говоря вот финальный свисток очередная победа строгинцев с с